Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение Евангелия от Иоанна, 20 глава. В первый же день недели Мария Магдалина приходит, как гроб рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Первый день недели — это, по сути, начало недельного цикла, то есть начало нового творения. И, собственно, так и представляет четвертый Евангелист событие, которое связано с воскресением Христа. Мы перенесемся с вами в сад, который нам напоминает райский сад, то есть рай. Мы увидим с вами, что Христос вдыхает в апостолов новое дыхание жизни перед Святого Духа. Тем самым для Евангелиста это событие не просто историческое, а надисторическое. Он, излагая события воскресения, показывает нам его значение, его смысл. Но пока все достаточно прозаично. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тем самым, хотя Мария Магдалина упоминается только одна, но она ссылается на то, что была не единственная, кто пришел к гробнице рано утром. Тотчас вышел Петр и другого ученика, пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. И наклонившись увидел лежащие пилины, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, видит одни пилины, лежащие и плат, который был на главе его не с пилиным и лежащим, но особ с вид на другом месте. Тогда вошел другого ученик, прежде пришедший, как гроб увидел и веровал, ибо они еще не знали Писания, что ему надлежит воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. Конечно, это краткое повествование, оно на самом-то деле содержит в себе очень много деталей, которые несут вне всякого сомнения особое содержание, особый смысл. Даже то, чему мы, может быть, не придали бы значения, чтобы прошло мимо нас, на самом-то деле отражает не просто цивилиство очевидца, но и выстраивает своего рода последовательность и иерархию событий. Даже такой момент. Мария Магдалина бежит от гробницы, но потом приходит к Симону Петру. Вышел Петр, другой ученик, пошли, потом побежали, а потом пришли. То есть, другими словами, все-таки, несмотря на то, что событие, о котором идет речь, не могло ни ошеломить, ни озадачить учеников, тем не менее они, хотя и бежат какое-то время, но все-таки входят в гробницу, входят в дом. И, конечно, это показывает, что есть ситуации, где при всей напряженности спешка невозможна. Нельзя вбежать в пещеру, и даже Иоанн не только тормозит, но и дожидается Петра, соблюдая некую иерархию. И эта иерархия, она очень показательна, потому что что мы имеем в итоге? Первым в гробницу входит Петр. Уверовал первый Иоанн, по крайней мере, понял смысл происшедшего. Но воскресший Христос явится первым Марии Магдалине. И эта ситуация, она на самом-то деле ставит один такой простой, но очень важный вопрос. Можем ли мы сказать, что таким образом кто-то из них, кого бы то ни было, опередил? Нет, на самом-то деле все они, несомненно, равны, хотя в чем-то каждый из них опережает друг друга, потому что к Христу люди могут прийти разными путями и обладают разным достоинством. И ситуация, с которой они сталкиваются, конечно, она пока еще очень трудно объяснима до конца. Ученики не понимают, что же все-таки произошло. И Иоанн, хотя и догадывается по своей интуиции, но тем не менее не объявляет об этом слух. Сам он объясняет это тем, что он еще в тот момент не мог сослаться на Писание, то есть не мог привести ничего в доказательство своей интуиции, своего проникновения. Отметим, что говорится не только о пеленных, лежащих, но и о плате, который был особый свит. Конечно, известно, что, в общем-то, если человека хоронили, а в данном случае речь не на просто похороны, а человека, на котором не было буквально ни одного живого места, то содрать пелены было практически невозможно. Все мы сталкивались с ситуацией, когда бинт рано, и потом всегда очень болезненно. Бинт снимать, бинт приклеивается к ране, и снимать его, это значит, причинять себе дополнительную боль. Приходит что-то делать для этого, может быть, отмачивать как-то еще. И, конечно, если бы тело было похищено, то не стал бы никто снимать пеленные. Но других предположений нет. Представим себе, ну, только ситуацию, вы возвращаетесь сегодня из дома, вы знаете, что у вас никого в квартире не должно быть, подходите к ней, а дверь оказывается открыта. Какие предположения возникают у вас? Наверное, единственное, что кто-то здесь сумел побывать, что, скорее всего, это были какие-то грабители, другие предположения вряд ли возможны. Собственно, такое предположение и высказывает Мария Магдалина, хотя она, собственно, мы не знаем, даже заходила она в гробницу или не заходила, она делится своим предположением, и здесь происходит довольно странная ситуация, потому что ни Петр, ни Анна, которые побывали в гробнице, не говорят ей ни слова. Они молча уходят, не предпринимая никаких попыток для того, чтобы каким-то образом, может быть, если тело было похищено, найти его, и вообще, что бы то ни было, не говорят. И, конечно, все, что остается в этой ситуации Марии Магдалине, это только плакать, она не понимает происходящего. Она обратилась к самым, собственно, с большим авторитетом, к Петру и Анну, и те ей ничего не ответили, они не внесли никакой ясности. И вот в этом таком своем горе, в этом одиночестве, в непонимании, что же дальше ей делать, в какой-то момент она заглядывает в гробницу. А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ему ей, Жена, что ты плачешь? Говорит им, унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Так, конечно, не может не озадачивать то, что Мария наклонилась в глобницу, она знала, что только что там были Петр и Иоанн, увидев двух ангелов, не, собственно говоря, не испытывает никакого страха. Да, в отличие от повествования других евангелистов, которые указывают некое цепенение, которое завладела женщинами, Мария довольно, так скажем так, свободно обращается к ним, и для них их появление, оно как бы ничего необычного не содержит. Она делится с ними своим и горем. Это вопрос, по сути, унесли Господа моего, и не знаю, где положили. Но ответа на него она не получает. Не получает потому, что буквально через какие-то мгновения она увидит Христа. «Сказав себе, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. И Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты внес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Итак, собственно говоря, а какие еще могут быть предположения? Надо сказать, что Евангелие неоднократно указывает нам о том, что воскресший Христос выглядел не совсем так, как в дни своей земной жизни. По крайней мере, он был не всегда узнаваем. Что-то произошло, что даже людей, которые его постоянно окружали, не позволяло признать в нем того, кого они знали в дни своей земной жизни. И Мария точно так же пока еще не узнает учителя, но он спрашивает ее, кого ищешь, а значит, ему известно предмет ее поиска. Поэтому единственное, что она может предположить, это что это садовник, который был в этом Гессиманском саду, и, скорее всего, именно он унес тело. И тогда Иисус говорит ей, «Мария», она, обратившись, говорит ему, «Рывуни», что значит «учитель». Естественно, посторонний человек не мог знать тело имени женщины. И в этом обращении она понимает, она догадывается, кто перед ней, и сразу же бросается к учителю для того, чтобы удостовериться в этом. Иисус говорит, «И не прикасайся ко мне, бы я еще не вошел ко отцу моему, иди к братьям моим и скажи им, восхожу ко отцу моему и отцу вашему, Богу моему и Богу вашему». Слова «не прикасайся» можно понимать и буквально проявить, как «не останавливай меня». И дальше есть тоже таинственное указание на восхождение, на вознесение Иисуса Христа. Дело в том, что с вознесением действительно не все так ясно, не так очевидно. Если мы заглянем с вами в 24 главу Евангелия от Иоанна, то увидим, что там вознесение происходит на второй день после воскресения. Если мы открываем с вами деяния, то читаем о том, что спаситель в течение 40 дней являлся апостолом и говорил им о царстве Божьем. И тем самым один и тот же автор Лука в конце своего Евангелия и в начале книги деяний приводит разную датировку, когда же вознесение произошло. И здесь мы видим, собственно говоря, еще одну версию, еще одно указание. Вознесение происходит еще до момента того, как воскресший Христос явится апостолом. Но нас не должно это смущать. По какой причине? Дело в том, что, конечно, церковь и священные писатели, они рассматривали крест воскресения и вознесения как единый акт, называя его священным трехдневием. Для них эти события неотделимы друг от друга. Одно не имеет смысла без другого. Христос умирает для того, чтобы воскреснуть и для того, чтобы войти в свою славу. Мы помним эти указания с вами в приращальной беседе с учениками. И поэтому, естественно, что как бы здесь уже датировка, она не играет такую роль. Не играет она и роли для древней церкви. Древняя церковь праздновала вознесение вместе с Пятидесятницей или в шестом веке эти праздники они отделились друг от друга и вознесение заняло нынешнее его положение. И Господь называет учеников не просто учениками. Он говорит о них как о своих братьях. Следовательно, их статус совершенно изменился. Когда же, в какой момент благодаря чему они вдруг стали для него братьями? Конечно, это произошло благодаря его смерти и воскресению. Теперь у них один отец. «Восхожу к отцу моему и отцу вашему». и один Бог Бог моему и Богу вашему. Здесь указывается на ту реальность, с которой начинается 4 Евангелие, что верующие они не от плоти, не от крови, но от Бога были рождены. И вот это рождение оно совершилось. Теперь апостолы, они в чем-то как бы соприродны Христу. Теперь их статус он напоминает или воспроизводит и его статус. Они дети Божии, а для Христа братья. И хотя, собственно говоря, мы не видим, чтобы сам Спаситель пояснял, кто же эти братья, потому что мы понимаем, что у него были еще братья по плоти, которые указаны в Евангелии и, собственно говоря, о явлении Иакову, брату Господню, говорит в первом послании Коринфи в 15 главе апостол Павел. Но, тем не менее, как бы она понимает, что братья это апостолы и идет к ним. Но указание восхожу, оно предполагает уход. Иисус Христос не предупреждает апостолов о своем явлении, о том, что он вновь придет к ним. Хотя и говорил об этом ранее в своей прощальной беседе. Поэтому, конечно, его явление, о котором дальше рассказывает евангелист, для них было полной неожиданностью. Они как бы не рассчитывали на него. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что он это сказал ей. Тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики были заперты из-за опасений от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит им мир вам. Мир это обычное на востоке приветствие шалом салям. Сказав это он показал руки и ноги и ребра свои, то есть удостоверил их в том, что это действительно он. Несмотря на то, как мы уже сказали, он чем-то отличался от того, каким он был в дни своего земного служения, тем не менее и пробитые руки, и ноги, и ребро свидетельствовало о том, что это несомненно он. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторичный мир вам. То есть это вторичное посылание мира, преподание мира, оно имеет уже другой смысл, непосредственно связано с тем, о чем пойдет речь далее. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, он дунул и говорит им, примите Духу Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на ком останутся. Итак, ученики вместе со Святым Духом, а это дуновение, оно напоминает о том, как Бог в начале творения вдунул в человека дыхание жизни, то есть происходит обновление тварей. И это обновление тварей, оно тоже не согласуется с датировкой, к которой мы с вами привыкли, о которой говорили только что. Для нас сошествие Святого Духа на апостолов происходит в 50-й день после воскресения, мы празднуем с вами Пятидесятницу, но евангелист говорит о том, что преподание Духа произошло уже в первый день воскресения. Как же так? можно это согласовать между собой? Такое согласование существует. Дело в том, что в Пятидесятницу Святой Дух получает не только и не просто собрание апостолов, а получает как бы церковь в их лице. То есть это общий дар Святого Духа Церкви, тот дар, который мы с вами все получаем после крещения в Таинственном миропомазании. А здесь речь идет как бы о таком более личном даре. И главное, что с этим связывается, это власть суда. Теперь апостолы становятся судьями, которые могут либо простить грехи, либо наоборот их удержать. тем самым тема суда получают свое продолжение, так же, как и те обетования Святого Духа, о котором уже слышали ученики во время прощальной беседы, они здесь получают в этом свое осуществление. Но оказывается, что Фома один из двенадцати не был тут с ними, когда приходил Иисус. И это тоже показательно, потому что помнишь, тоже собрал учеников вместе, а их собрал страх, потому что даже двери были закрыты, они боялись, боялись ареста, боялись того, что и они разделят участь их учителя. Но среди них оказался все-таки один бесстрашный человек, это был Фома. И мы с вами, собственно, уже знаем об этом, потому что вспомним, когда Иисус Христос призывает апостолов идти в Иудею, к Лазарю, то ученики начинают ему возражать, говоря о том, что только что иудеи искали побить тебя камнями, и ты-то идешь туда. Зачем? Опасность угрожает не только ему, но вместе с ним им тоже. И тогда Фома прерывает вот эту оппозицию, это протунизм, и говорит, пойдем и умрем вместе с ним, не с ним, не с Христом, а не с Лазарем, а со Христом. И точно так же в начале прощальной беседы с учениками, когда Христос говорит, что я ухожу, они, слыша, это, конечно, в неком недоумении, куда он уходит. И Фома первый, кто спрашивает, Господи, не знаем, куда идешь, как же нам знать путь? То есть, действительно, Фома, он был человеком, который отличался своей решительностью, своим бесстрашием, и, возможно, в то время, когда другие апостолы даже боялись показаться на виду, на улице где-то, он, тем не менее, бесстрашно покинул эту горницу, но, когда он возвращается, оказывается, что было явление, о котором мы говорили, другие ученики сказали, мы увидели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перства моего в раны от гвоздей, не вложу руки моего в ребра его, не поверю. Почему так? Почему Фома не соглашается довериться сельству апостолов? Ну, может быть, в силу вот уже указанных причин. Действительно, Фома отличался от других апостолов каким-то своим бесстрашием, может быть, действительно, он имел тот опыт, которого не имели другие, и, конечно, он не просто хочет увидеть живого Христа, он хочет буквально его осязать, он хочет убедиться в том, что тот, кто явился апостолом, это действительно он. и это явление происходит, нам это хорошо известно, после восьмой день опять были в доме ученики, и Фома с ним. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стали посреди них, и сказал, мир вам, потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, и подай руку твою, вложи в ребра мои, и не буди неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блажен не видевший и уверовавший. Итак, явление происходит спустя восемь дней, то есть есть какой-то цикл недельный, пока Фома не произнес своего воистину воскресе. Обстоятельства явления повторяются, и, конечно, Господь сразу же обнаруживает свое всеведение, он приглашает Фомой сделать то, чего он так хотел, на что он рассчитывал, но слыша это приглашение, Фома, по крайней мере, судя по контексту Евангелия, этого так и не делает, ему достаточно самого этого обращения, он понимает, кто перед ним, потому что по сути в этом явлении сливаются две перспективы, с одной стороны, он видит раны, руки пробитые, ноги, то, что свидетельствует о том, что человек был на кресте, пробитый бок, это наступление смерти, и вот этот человек живой стоит перед ним, крест и воскресенье сливаются вместе, и, конечно, человек сам не может преодолеть смерть, ни одному человеку это непосильно, и поэтому, видя перед собой учителя, Фома произносит свое знаменитое «Господь мой и Бог мой». Это единственное, когда кто-то называет Иисуса Христа Богом, собственно, Евангелие начинается, вначале было слово, и слово было Бог, и заканчивается вот этим торжественным исповеданием. И традиционно мы как бы укоряем Фому, мы считаем, что действительно Фома неверующий, но на самом-то деле все не так просто, ведь именно через эти сомнения Фома говорит то, что не сказал никто из других учеников, то есть все до него видели Христа, но никто же, ни Петр, ни Анн, никто бы ни было еще, не назвал его Богом. И вот только Фома через свое сомнение, через, может, даже какое-то отрицание, он произносит это знаменитое исповедание, и оно является, несомненно, триумфом веры, оно олицетворяет то, и для чего было написано само Евангелие. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веры, имели жизнь во имя Его. То есть это первое окончание, которое встречаем в Евангелии от Иоанна, и оно показывает, для чего, ради чего было написано «Верующий имеет вечную жизнь». Это слово рефреном встречается на протяжении евангельских бесед, и вот здесь оно получает свое завершение и осуществление. Действительно, воскресший Христос свою жизнь передает своим ученикам, и поэтому, конечно, это явление, оно является такой очень важной вехой, важной точкой в повествовании четвертого евангелиста. «Верующий»